BC Outlander к нам в работу попал это у нас PHV плагин гибрид и автомобиль при движении загорается ошибка но при этом автомобиль едет и человек приехал с жалобой что горит собственно говоря эта ошибка сделали диагностику компьютерную и у нас показалось что есть ошибка по сопротивлению изоляции на данный момент мы уже сняли провода, проверили и оказалось что у нас проблема которая идет на вот эти провода в инвертор идут две пары кабелей один идет на генератор, второй идет на мотор так вот у нас проблема по самому мотору у нас уже были проблемы с такими Mitsubishi Outlander и проблема была в батарее там была влага, но здесь мы сняли все лючки, проверили, все нормально есть следы чего-то возможно при погрузке, хотя автомобиль вроде европейский, но что-то видимость была, может быть и на бампер на бордюр наехали но в батарее все абсолютно сухо и красиво внизу у нас все хорошо сейчас откинуты провода вперед и когда начали проверять, поняли что проблема у нас где-то сверху поэтому сейчас здесь все соберем и будем смотреть что дальше со стороны инвертора у нас все хорошо и по остальным проводам у нас тоже все хорошо на генераторе у нас бесконечность на всех фазах но это понятно, они соединены хотя бы на одном достаточно уже, чтобы была бесконечность везде на этом выводе все нормально а на этом моторе у нас 20 килоум а вот и наши два мотора первый генератор и электромотор электромотор стоит наверху но странно, что здесь провода на генератор толще чем на моторе и вот у нас 20 килоум и это как раз на вот этом верхнем моторе единственное не знаю, получится ли снять его или нет кронштейн нужно открутить подушки и будет ли мешать вытащить его или нет неизвестно не исключено, что возможно придется снимать вариатор либо полностью мотор спускать и затем отсоединять электромотор в общем будем смотреть, как это все как выйти из положения в этой ситуации к сожалению, из-за того, что здесь очень-очень мало места скорее всего нужно будет снимать мотор и отсоединять уже электромотор на снятом полностью двигатель внутреннего сгорания с коробкой поэтому скорее всего так и будем сделать но, к сожалению, чтобы снять верхний мотор сначала необходимо снять нижний поэтому начнем с снятия нижнего мотора вот это у нас генератор но теперь нужно снять электромотор потому что проблема у нас именно с электромотором открутили и верхний мотор вернее, собственно говоря, сам электромотор и сейчас будем надеяться, что нам хватит его вытянуть отсюда мотор немножко наклонили так, чтобы не порвать проводку подсоединяли провода и теперь сейчас попробуем его отсюда вытянуть посмотрим, выйдет он или нет я просто не помню, в каком положении его надо было достать стой, чуть вниз на себя это у нас генератор это мотор по размеру они почти одинаковые но у генератора почему-то сечение проводов немножко толще, чем у мотора и еще что замечательно или примечательно здесь есть масло вот здесь такой поддончик и когда мы снимали его открутили пробку с нее слилось максимум грамм 50 масла его не хватало и вот что заметили если крутить этот мотор вернее вращать он вращается без каких-либо особых шумов а вот теперь, внимание, мотор что-то в нем развалилось и это при пробеге в 12 тысяч километров в общем, будем теперь разбирать его и смотреть и как раз в этом моторе у нас есть проблема по сопротивлению изоляции и судя по шуму здесь что-то развалилось самое интересное разбираем мотор и посмотрим, что здесь все-таки у нас произошло подшипник развалился сепаратор перекатывается а вот и наша причина кстати говоря, на шум владелец не жаловался но подшипник здесь развалился интересно, что за производитель подшипника наверное, уже ничего и не видно и эти шарики везде они, получается, и закорачивали ротор по проводке вон куски металла все в стружке интересно, из-за чего это все произошло так, ну в любом случае нужно теперь снимать ротор отсюда и смотреть разобрали мотор и вот, что мы увидели во-первых, на роторе есть следы касания чего-то шарики повысыпались обойма, вернее, сепаратор вот валяется и с этой стороны обмотка вся потемневшая куски металла валяется не знаю, из чего это многовато их там как для развалившегося подшипника может быть, это просто стружка которая здесь затирала моторы купаются, омываются маслом и охлаждаются этим же маслом с одной стороны антифриз не будет попадать но с другой стороны и без антифриза почему-то подшипник вышел из строя и, кстати говоря вот здесь видно масляный канал возможно, там есть где-то масляный насос и под давлением сюда закидывается а возможно, это просто для того, чтобы оно сообщалось в общем, нужно будет разобраться с этой конструкцией здесь все омывается маслом и охлаждение маслом в общем конструкция, конечно, очень интересная но почему-то он долго не выходил ориентировочный пробег на этом автомобиле 12 тысяч километров но более точно скажу позже когда закончим с этим автомобилем и вот с этим мотором либо его нужно будет отдавать на перемотку либо же отмоем и он будет работать но слишком много здесь всякого металлического мусора в общем, будем пробовать его отмывать и вот что находим еще кусочки металла которые застреют между обмоткой и вот кусочек тоже металла которые запросто могут пробивать и закорачивать пробивать изоляцию обмотки и закорачивать на статор вот куски в общем, будем дальше изучать в очередной раз подключили мегаометр для проверки и вот что мы увидели вот как раз куски металла которые попадали между обмоткой и корпусом металлическими пластинами вот они и дают пробой этот статор либо в перемотку теперь либо под замену сам мотор в общем, будем теперь смотреть что сделать и будем согласовывать с клиентом как дальше быть вот такая вот ситуация вот вам и японское качество не какой-то корейский или китайский автомобиль а все-таки японский и вот такая вот произошла неприятная ситуация вроде все умывается маслом но масло не спасло подшипник и подшипничек развалился вследствие чего куски сепаратора позабивало между обмоткой вон как раз виден еще кусок лежит и позакорачивал на корпус разобрали сам мотор и теперь его отдадим на перемотку вернее сначала узнаем сколько будет стоить перемотка если целесообразная перемотка то будем перематывать к сожалению там спасти ничего не получится потому что там может быть повреждены витки между собой из-за металлического попадания из-за попадания туда инородного вещества и вследствие чего будет межвитковая и все-таки нужно будет почистить вот эти все металлические вкрапления вон есть остался кусочек и это все нужно будет устранить конечно хорошо было бы если просто залить эпоксидкой все заработало но это не тот случай и вон здесь еще металл то есть везде потенциальные места которые будут давать замыкание если из-за чего будет бить ошибка по сопротивлению изоляции и так же эти же куски могут быть где-то в проводах или между проводов в общем в любом случае лучше его перемотать либо же крайний случай это замена этой части трансмиссии то есть мотора в сборе масляные каналы но это скорее всего масляные каналы для охлаждения статора вот так интересно все-таки узнать почему в трансмиссии не было масла потому что маслом мы слили сюда максимум грамм 100 перемотали нам статор не получилось его восстановить слишком много было повреждений на нем в принципе как это было и предсказуемо его перемотали сейчас соберу в корпус заменю подшипники на роторе и можно будет собирать этот собирать этот мотор и устанавливать на автомобиль и проверяю сопротивление по сопротивлению у нас сейчас все в идеале у нас она в бесконечности 514 мегаом и теперь нужно будет разобраться с жидкостями какое масло куда заливается потому как мы слили отсюда вообще фактически ничего вот это как раз пробка либо заливная либо сливная это уже буду смотреть по факту и по маналу нужно будет посмотреть что здесь за масло в общем такая ситуация вроде пробег небольшой и автомобиль неплохой но из-за того что отсутствовало масло вышло из строя поэтому соберу и будем разбираться по маслу с одной стороны шикарный доступ здесь ко всему но правда чтобы добиться такого доступа пришлось этот весь мотор с коробкой и с электромотором и генератором спустить вниз теперь внизу и здесь в принципе доступ появился сейчас я все ставлю буду ставить мотор на место и будем тестировать так заливаем масло сейчас через переливную пробку заливаем вот такое масло оригинальное CVTF J4 сейчас хочу залить через это окошко а потом буду заливать через верхнее посмотрим заходит ли масло отдельно в мотор или оно все собирается в генераторе масло заливается через это отверстие вот оно и через контрольное нужно проверить чтобы уровень был правильный в редуктор заливается красная ТФ сейчас тоже залью ее и проверю уровень и можно будет пробовать ее запускать все уровни залиты по итогу в электромотор зашло 2,2-2,3 литра масла оригинального зеленого и в редуктор зашло около 3,5 литров красного туда мы заливали мотюль в общем сейчас уже все в принципе готово и можно будет попробовать проехаться или хотя бы для начала запустить без колес посмотрим что у нас будет несмотря на то что масло собирается в нижнем поддоне и там как раз установлен маслонасос и сетчатый фильтр так вот весь мусор который был в верхнем электромоторе остался там в поддоне его практически не было и сетчатый фильтр был чистым автомобиль у нас запустился и сейчас попробую выехать по крайней мере на электротяге едет нормально больно» по крайней мере в организме Запустился двигатель на зарядку и ошибок пока никаких не появилось. Возвращаясь на базу, сейчас сделаю еще раз компьютерную диагностику и посмотрим, будут ли у нас какие-то ошибки. Вот так вот. И это не говорит о некачестве машины, а просто что-то делали с ней и просто упустили момент с наличием масла в моторе. Из-за этого подшипник в моторе развалился, попал в обмотку статора, повредил обмотку статора и как следствие автомобиль обездвижился. Вернее обездвижился, он как-то ехал, он к нам приехал своим ходом, но выскакивали ошибки и машина не хотела нормально себя вести. Сейчас все четко работает, с бокса я выезжал на электротяге, потом когда начал чуть разгоняться, переключалось на бензин. И сейчас еду на бензине, сейчас еще раз заглушу ее, попробую запустить. Так, автомобиль на электротяге и двигается на электротяге. В общем осталось сделать компьютерную диагностику, поставить защиту, проверить на отсутствие течей и в принципе можно будет автомобиль выпускать. Вот такой вот был ремонт и если кому-то нравится... Вот такой вот был ремонт и если кому нравится такой контент, то подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И всем до скорых встреч. У нас опять объявили тревогу, опять рашики нас обстреливают иранскими дронами. Верим в ЗСУ, надеюсь, что скоро это все закончится. Мирного всем неба над головой, до скорых встреч, всем пока. Мирного всем неба над головой, до скорых встреч.